Не обязательно обрабатывать всю какую-то поверхность, это может быть часть какая-то, какой-то островок. Скажем, давайте этот уголок сделаем вот так. И расскажи, что эту мочалку где-то вести? Это не какая-то там дефицитная мочалка, заходите в эпицентр, в отделе инструменты для уборки, где вот эти вот швабры всякие, щетки, вот эта вот губочка продается. Очень, очень рекомендую. Или для машины? Так что для машины я показывал, она большая. На самом деле это пусто продает лично, морские губки. Ну, цена морской губки и вот эта, я думаю, разница между запорожцем и мосерезом. Ну и морская губка другая. Морская губка другая, но там, я сколько их видел, они нету одинаковых. И там еще зависит, как ее разрежут. Если разрежу и сикость-накость, то она только порисунует, что ее просто и закинут на дорогу. Можно использовать вот такой материал. Ну это то, что мы нашли тут маленький кусочек. Если вы возьмете гардину какую-то, с какой-то там светлом лилией, то можете ее, она помогает. В магазине тюлей надо намочить. Не надо намочить. Держи, держи. Не надо ничего намочить. У нас этих тюлей. Как там? Не повторять. Старые тюли не выбраться. Я надо намочить. Валиком. Не надо, Петрович, все тут. Тише. Не надо никаким валиком, ничего. Вам сейчас надо добиться того, чтобы материал выступил сюда наружу. Его надо вдавить в материал. Даже я. Интересно. Хорошо, Петрович, даже мне. Получается ты дал немножко Марселю, как там назвать, пременный промежуток, чтобы верхушка стала чуть подсохла? Не обязательно. Почему? Не обязательно. Наоборот, он должен жидкий быть. Мы его сейчас снимать не будем. Снимается он обычно на следующий день. Хотя можно он и сейчас снять его. Если дать ему подсохнуть. Ну да, я тоже. Уже ж Владу заберет и ДВПшка. Не, ну нам максимально рисунок проявить надо, чтобы материал вышел сюда. Тогда он максимально проявится. Вопрос сразу. Это старая техника. Мы это давно наносили. И сразу возникает вопрос, а как это на стене? Как это на стене? Ну да. Берете палку по высоте стены. Берете гордину, накатываете трубочкой. Держите ее в углу. Намазали марсильский воск. Оттроем опять же? Ну двоем, я знаю, вдвоем. Может и одного. Можно пятером. Смотря какая скорость вашей работы будет. И так вот раскатываете. Наносите марсильский воск и эту палку раскатываете. Потом уже приглаживаете сзади, разравниваете. Дождаться надо полного высыхания. Не надо дожидаться полного, не оставляйте ее на двое, на трое суток. Не вырывает. Нет, вы потом срываете, нитки выдергиваете. Оставим с этой головня. Дождались такое полуподсыхание часа три-четыре. Аккуратненько его сняли. Но мы не будем ждать этого. Она сейчас отпечатает это все. Но тогда она не поднимается. Нет вот этих острых... Она с таким характерным треском снимается. Шорохом, да. Но здесь она пропечатывалась лучше. А теперь намочусь по-своему. Можешь по-своему. А какой лучше для сегодня? Крупный. Можно глину. Можно марсильский воск. Что тот работает, что тот работает. А слоев лучше чуть больше давать? Да, слоев чуть больше давать. Ну, Олег предлагает намочить ее. Я никогда ее не мочил. Я просто дожидался, когда она высохнет. Немножко прошкуривали ее. Давайте послушаем. А проблема, если она везде отпечаталась? Потом этим чем-то царапать? Да, чем царапать? Это когда вы даете ей высохнуть материал на поверхности. Когда тюль этот высыхает на поверхности. Пропечатывается все. Я имею ввиду, прорисовать там уже не нужно. Да ничего тут не прорисует. Она... Вы по-другому глубь смотрите просто. Угу. Все пропечатывалось более-менее... Если не пропечатывалось, значит так и задумали. Так и задумали. Ну, сейчас никто не ставит никаких... Кому-то нужно, тогда это нужно так. Брать клей и покупать пюль, да, и клеить ее на этот клей. А потом можно там декорировать, если они хотят. Ну, очень интересный эффект. Когда вот таким вот оттиском делается армирующая сетка. Там из-за арифметика. Ее тоже было продавливают. Мозаика такая. Интересная. Ты хочешь вперед? Нет. У вас есть трафарет. Вам надо получить... Сейчас я его где-то открою, или он где-то открыт, или еще. Вам надо получить оттиск трафарета. Вы не хотите его регулярно мыть. Да. Прикатажите елочку. Конечно, да. Поважаем трафарет. Не любой. Ну, трафарет должен быть не из такого материала. Более толстый. Более толстый. Да, чтобы мы могли продавить. Ему было куда продавливаться. Мы его увидим, но он будет очень нежный. Не видно? Не видно? Не видно, видно. Вот он запечатал. Он не такой грубый, как через трафарет. Края закругленные у вас. Потому что пленка. Потому что трафарет у вас чистый. И вы можете спокойно продолжать ему трафаретом работать. Когда вы наложили пленочку аккуратно, материал под ней не сохнет. Пленка не дает никуда вбиваться. А потом все по окончанию, когда это все висохло, можно произвести прорисовку каждого лисера. Можете прорисовку производить. Можете лисировку разными цветами накладывать. Соответственно, потом в принципе накладывать лак для полной лисера. Да. Материал позволяет это все делать. Что еще туда можно применить? Все, что вы сняли. Да, взять, да. Последний там. Мы загурачились. Взяли очи, да? Протектор от ноги. Только опять-таки, конечно, через клееночку. И пошел сюда. Это уже как след. Пожалуйста. Проходит когда-то товарик. Трафарет я понимаю. А, вот сейчас искать. Кулаком. Кулаком, пальцами, перчатку одел. Я все понимаю. Ну что-нибудь эксклюзивное. Да. Что-нибудь эксклюзивное можешь. Мы стояли в лаборатории, общались. Ну возьми капустный лист. А я как раз пытался сделать оттиск со шкурой. Купил самоклейку с текстурой рыбки или какой-то. И пытался силиконовым клеем сделать кофе. Я говорю. Ну возьми лист капустный брыголи какой-нибудь. Залей силикон и мы штампуем. Приходит он радостный. Все получается. Он радовался до тех пор, пока у него заказчик не увидел, с чего у него трафарет сделал. Он его угнал, конечно. Капусты, стены штампуришь. Ну в принципе то же самое. Только там надо больше слой дать. Он четко смотрится, когда крупный рисунок вот этот. Вот такой. И когда материал выходит сюда. Даже если вы приложили его. Придавили и вы видите, что его мало. Вы можете материал добавить сверху. Отсюда можете его подшпакливать. Но тогда надо ждать, чтобы он подсох и снимался с таким натяжечкой. С хрустом таким. Когда материал уже ссыхает. Наждачечкой маленькой шкурите. Вскрываете лисиромкой. Лаком, золотом, серебром. В 2004-2005 году меня спрашивали на выставках. Как ты это делал? Я говорю, я курил, сидел, резал. Взял такую гардину. С таким цветком. Стоял. И вот так приходит. Одна или две девочки догадались, которые были с какого-то техникум строительного. Ну что, красиво. Вот эта техника сгодпены, она описана в книжках по декору до 60-х годов. 64-60-х годов. А что-либо дешево? Был такой Суржаненко. Потом еще там лисадок. Три человека. Можете попробовать? Можем. Три человека. У них есть книги. Ну они сейчас гуляют. Сканированы в интернете. Там вот эти вот техники все представлены. Растения может быть. Любые. Вон гербарей собрали. Кружева тоже останется. Попробуйте. Вот этим. Ну дальше он будет видно. Мыло, мыло, мыло. Да я это хочу понять просто. Возьми жидкое мыло, намыли и он не будет приставать. Да он не будет приставать и так. Ставьте шкуру его немножко. Да, ставьте самым. Просто получается очень мало его. О, мало здесь просто. Его надо... Да вот, ну и возьми этот. На. Не надо. Да, ну вот и котел получился. Не надо. Не надо. Это в следующий раз. Понял. Понял. Я говорю еще. Опять же, в этой длине? Да. Опять же, все замыкают в вашей фантазии. Да. Не только ваши. Получается еще, как я говорю, есть задумка дизайнера, да? Откуда они берут? Они что же где-то срисовывают? Я знаю, я знаю. Он сейчас... Только надо толще слой нанести. Срисовывают где-то с каких-то буржуйских журналов. И потом показывают себе. Говорят, Олег, вот можете такое сделать? И ты уже используя свои навыки, свои инструменты. Зная особенности материала. Может кто-то видел в интернете гулять несколько фотографий. И там такая планшетка сфотографирована. И там такая роспись на фактуре, как это... Кобыль. Скажем, вот такой вот. Такие вот. Растелья. Ну, пришлось дизайнер и говорит, а можно такое что-то повторить? Петрович, мы поглянем. Или что-то еще? Сейчас я... Один мазок. А перерыва не будет у нас? Нет. Я просто спросила. А что вы куда-то спешите или что-то вообще? Я? Нет. Ну так... У меня пояс во втором. Что во втором? У меня следует. Следует я. Нанесли марцинский воск, более-менее ровненько. И можете теперь сделать всевозможные надписи. Рисунок, надписи, все что угодно. Вот вам надо субмитировать какой-то лист дерева. Какого-то ковыть. Давайте напишем что-то. Давайте я распишусь. Давайте. Сейчас вам оставлю пробку. Это подходит хорошо для детских комнат. А еще это для тех, кто умеет рисовать, да? Для тех, кто умеет рисовать, роспись сделать какую-то. Ну там смысл заключался в том, что еще материал, когда его продавливаешь, как бы вот эта клеенка тянется. И здесь лепестки такие, ну, перышки остаются. На большом объеме. Может ткань, Петрович? Нет, нет, нет. Пленка. Может толще пленка? Нет, нет, нет. Больше материала. Больше материала. Толще пленка, чтобы она не такая. И вот вы можете прорисовывать все что угодно здесь. Я товарищу там привет в Одессе расправлял, я как нарисовал. Здесь был Вася, внизу в Одессе. Был мой товарищ по работе. Ну, такой вот. Можно применять любые техники. Хорошо он выдерживает всякие маленькие барельефчики, розочки, цветочки, листики. Виноградики. Виноградики. Ну, это не с этого материала, конечно. В принципе, по процессу ВОСТу тут очень много всяких еще техник. Ну, это вот такое, чтобы быстро что-то на ум сходит, приходит. Поэтому дерзайте. Бракаты. Да, бракаты, так вот. Да бракаты надо Петрович. Давай я пью, а потом бракаты. Хорошо. Хорошо. Ты же хочешь, да, отказать. А вот это пригладить нам не надо? Вот это? Вот это вот. А, это еще. Ну, вот. Уже, уже, уже близко. Вот видите, да? Показатель. Напоминает какой-то материал у нас был. Античный бар. Античный бар. Да, античный бар. Статифия. Статифия. Статифия, да. Статифия. Статифия. Это разные? Не, ну как. Это один тоже материал. Просто название. Рабочее было название. Античный бархан. Античный бархан. Нет, это не разное. Просто, чтобы Петрович не сильно, так сказать, компузился, то я в скобках пишу ему рабочее название. А уже коммерческий. Жидкий шелк, да? Да. Вот это рабочее название. Не жидкий, а мокрый. Это жидкий тоже неправильно. Мокрые бандиты. Да. Бараши. Тоже рабочее название Петровича. Это Петровича. Вот то, что в скобочках, это все рабочее название, которое... А которое там... Все. Ладно. Не буду вас задавлять. Еще раз. Античный бархан. Перестал браться к рукам. Перестаю к рукам. Расскажу я, как смочил. Тоже не сильно его. Не надо там никаких усилий. Ходите его смочить? Смочите его. Ходите. 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 И вот только сейчас, только сейчас. Вот, будем говорить, самая его изюминка и раскроется. Видишь, что где-то вверху еще живо. В чем это будет заключаться изюминка? На верхушках, да, вот если вы помните, когда... Стеклянные шайки. Ну, не, стеклянные шайки это, я говорю, нет, там их... Если бы я не сказал, с чего он, то вы бы не видели их и не знали бы. Это стеклянные шайки только 3D эффект. Вот там, да, там их вы видите. А здесь нет. Здесь они как наполнитель, здесь они работают, как салазочки, да, когда вы наносите материал, и как наполнитель для того, чтобы я мог создавать объемчик. И еще, когда сейчас я его на полуподсыхание заглаживаю, можно назвать это заглаживанием, можно назвать это уплотняем. Вот когда вы пробовали там с мармарином, да, или с какими-то другими модельными массами, которые уже имеют какой-то наполнитель, да, кварф, мрамор. И вот мы нанесли, ну, как это, как византийку, да, или как, кто-то называет, марселька. Вот. И вы ее заглаживаете на каком-то полуподсыхании. Вот этот фокус применим и к античному марму. Можно применим. То есть он может быть как марселька, может быть как дамаски, как я говорю, шелк. Можете в вертикальный, можете там их как маракешек, то есть капельками набрасывать, можете их в капсаденчик, но это уже сколько хватает по фантазии и опыту работать. Но самое главное в нем, это вот этот вот фокус на полуподсыхание, вы уплотняете верхушки. Вот сейчас я попробую, он еще где-то до конца высох, но где-то уже, где-то уже видно. Они, такое вот как Венеция, вы когда Венецию полируете, и она на верхушках линцуется, да, там поджигается, как еще называется, железница. Вот этот фокус и он есть у античного барха, мы тоже, это вам еще не готов, я к нему еще подойду. Но уже, как я вам сказал, время от времени к импортуете, и вот чуть-чуть нет, еще рано, и его чуть-чуть уплотнее. Понятно, да? Фокусы. Чтобы строить что-то. Вина. 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 Откуда такая сумасшедшая идея появилась, чтобы вернуть глину? Ну что говоришь? Может кто-то помнит байки мои? Я когда рассказывал... Не помню? Ну для фамильной карьеры надо использовать глину. Помню. Короче... Эти плод правда, а не зажгут. Не-не-не. Это фамильная карьера я помню. Помните... Может кто-то попадался в видео мастер-класса, где я добавлял в стартовую поклёпку Иркововскую фракцию с фамильного карьера, я говорил, что это кварц или песочек с фамильного карьера. Так вот он был такой очень мелкий. И уже потом, видя, что он и колирует мою модельную массу тоже старт, я понял, что там ещё что-то есть кроме кварца мелкого, там ещё присутствовала и глина. Это была такая, как мы называем, тощая глина, и я её смешивал с акриловой шпаклёвкой. И получал очень тонкие мармаринчики, очень тонкие антровентинчики. То есть получал такую модельную массу с фракцией, очень мелкой. И с этой идеей я нянчился, нянчился и пришёл к Петровичу и говорил, что вот у буржуина всё это дело поставим в таком хорошем уровне, а у нас почему-то глина забыта, хотя у нас она, так сказать, подножный материал, и у неё столько достоинств, я узнал, что она и антисептик природный, и антибиотик, она очищает воздух, да, как фильтр такой в помещении, она создаёт электромагнитное поле, защиту от электромагнитных полей. Телефон принимает половину меньше. Да, то есть получается за счёт того, что там идёт алюминий, да? Силикат алюминия. Представьте, что это вот как... Фольга типа, да? Тонкая-тонкая алюминиевая фольга. Вот представьте, что у вас вы нанесли и воссоздали вот такой экран. С тонкой, с тонкой снеги. Она будет отражать и защищать вас от... Как щит. Да, как щит, да. То есть от соседей там... Я не буду рассказывать эту историю, да, там, запретили её в 60-е годы, хотя это наша разработка. Вот представьте, что это всё мы облучаемся. Ну, это она даёт её защиту. То есть потолок, стены вы можете обработать, глина, и будет вам счастье. Второй момент, да, она... Как антисептик, то есть... Никаких там болезнотворных бактерий не задерживается в этой комнате. За счёт того, что они в взвешенном состоянии с влагой берут стены эту влагу и отдают уже в чистом виде эту. Вот. Без бактерий. То есть вот садики, школы, это была бы... Ну, находка для... Да. Для садиков и для школ, для администрации, чтобы помещения были сделаны из глины. Я бы рекомендовал бы, да. И буржуи это делают. Там, пускай, до больницы, да, там, вокзалы. Ну, то есть везде, где большое скопление людей, где вот эти микробы летают, вот я бы рекомендовал бы извести глину использовать. Что ещё по глине важно? Да. Известь, да, вот такая она королева в этом отношении. Вот. Но она есть руки. То есть, кто работал известью, знает эту слёзную историю, когда пучки разъедают, и вот эти рамки очень долго заживают. Одно даёт, другое отбирает. Ну, это мы говорим по извести. Поэтому я, когда не сильно был сторонник Петрович до сих пор, я хотя уже вроде как переболел, но тоже переболела. Вот, ну, не так часто мы отработаем с известью, то я как-то так, ну, с любовью отношусь к ней. Ну, сейчас мне об извести разговор об глине. Альтернативкой, да, известковым штукатуркам по их, ну, как антибактериальным, антигрибковым свойствам и так далее, может вступать глина. И раньше она выступала, и сейчас она выступает. Буржуины её берут на ура, и мы её попробовали, так сказать, поднять её на должный уровень. Чем она хороша? Никаких там, ну, с разведанием рук вы не сталкиваетесь, да. Но она в тех же функциях, что и здесь выполняет, да, она в помещении дышит, микроклимат и тому подобное. Мы сделали три материала, линейку по глине. Это штука экстра, потом винтажная с наполнителем, как марсельский воск с целлюлоской, и экстра и глина, клей пластер, антураж. Это с кварцами. Не штука экстра, а экстра клей пластер. Ну, экстра клей пластер, да. Ну, а? Ну, вывачай. Вывачай, это да. 26, 27, 27. Да, значит, одни выступают, если мы говорим об экстре, там будет название престиж, у нее еще добавится такое окончание. Было там созвучно антураж, престиж и винтаж. Значит, экстра, она без каких-либо добавок, да. Вот чистая глина, вот представьте, глина, которую используют в госпитологии, правильно? Да. В аптеке такая, там пузырек стоит 100 грамм, может стоить 50 гривен, не меньше. Ну, я не знаю. Сколько может стоить глина такая в аптеке? Чистый развод у нас под ногами впаляется. Нет, мы говорим о той глине, которая в косметологии. Белая коалиновая глина. Да, это те глины, которые там корм подмешивают для птицы. Но коалина, коалина это еще и фарфор делают. Да, еще и фарфор делают. То есть, очень интересный материал. И в этом материал мы использовали в нашей линейке. То есть, это не та глина, которая там, терракотовая, да, которую мы купили. У Крыни рождение этой глины в Славянске. Дальше. Когда работаешь с этим материалом, у него ощущение, да, вот как... Когда вот мы берем эту глину, даже так, да, руки вот берешь. Вот кто хочет попробовать. И ощущение после того, как... Ну, как тальпаль, вот как детская присыпка. Добавляется даже такого ощущения. Вот она сейчас в вас отсутит немножко там и так. И мы почувствуем. И вот она в виде такого, сначала, да, такого, достаточно густая. Вот вы ее видите. Я ее пока нашла. Она такая, как пластилин была. но стоит мне ее оживить да, вот по треткам я ее раз-раз-раз раз-раз-раз-раз да, она ду-ду-ду-ду и превращается превращается это свойственное дело называется текситропность способность разжижаться по механическому воздействию и мы сейчас ее приучили в биле У меня не хватит такого количества Не смешать ее с винтажной Да что, хватит Да не хватит Сэкономим Ты там под мочалкой смотри Аж хватит на пластиковую Зелудка Зелудка Зелудок Зелудок Ну ладно Вот уже А пойди, вот он начал Цирк Ну ладно, сейчас я очки одену Наберите и кремни Почему я хочу смешать Потому что на такой образец может взять маленький образец тут формат хозяйки вот получается наш винтажный винтажный это чисто а там уже с волокном она как марсельский воск винтажная а антураж это уже с кварцом и песком ну кстати так ничего и кто теперь пошептал пошептал так это стоит степь ребенка ну вообще как за шутку значит ли настроение что нет 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 мы говорим о другом что пришел заплатить бедро набрал подошли я даже не прикасался просто когда приехал на объект последний был объект ментажной глиной и я взял класс мне показалось что лампушка такая я петрович мы уже придумали заменим класс на мрамор да возможно но пока вот я такого вот здесь не ощущаю здесь она вообще как а с воздухом в реакцию уступает не знаю какой там фокус ну не будем то сказать если такое происходит надеюсь что мы этот вопрос разберемся от чего это какая антушка идет аммиак аммиак мы не добавляем то есть у нас есть там предположение что это связующая может вступать в реакцию с квадрцем возможно какую там далекую возможно что-то еще итак сейчас нанесу вместе с антураж вот я ее смешиваю по своим свойствам ну она такая рассказала вот как она наносится как материал тоже довольно интересно у нее есть такой да такой интересный водичкой можно подмешать да? да всегда вы можете всегда есть момент для подвига предлагаю кому-то выйти и попробовать этот материал как он себя ведет не может а то что-то это самое да нет я же не буду а как тебе удобно тем более уже выбрался он какой-то на мастер-классе и ты тут экстра у меня экстра что делать? просто нанеси слой модельный потом потолще да смотри как ты делал здесь вот вот по ощущениям по ощущениям да она что балдеет балдеет то есть она мягче мягче в ну не знаю как это объяснить вот берешь например модельные массы они какие-то чувствуют кто-то такой в чем гуча или еще такая дельфер то глины этого ничего нету то есть ощущениям такой как бы вы работаете масло да особенность экстра да и винтаж тоже с глины